Продолжение следует... Это Выпять новости. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Выбор сделан. Городская избирательная комиссия огласила результаты голосования во втором туре выборов на должность мэра Запорожья. За подсчетом голосов и объявлением имени победителя наблюдала наша съемочная группа. В Запорожскую городскую избирательную комиссию члены районных избиркомов начали подвозить протокол из трех часов утра. Прием документации проходил активно. На подсчеты и утверждение каждого пакета уходило в среднем 10-15 минут. Кто за? Проты. Утрималось. Примается. Спасибо, уважаемые коллеги. Не задерживала городская избирательная комиссия и утверждение протокола общего голосования по Запорожью. Постанова новая 165 про затверждение протокола про пиццынки повторного голосования, протокол про результаты выборов Запорожьего городского головы и вызнания Запорожьего городского головы выбраны. Кто за данную постанову прошу проголосовать. Согласно официальным данным, победителем второго тура выборов городского головы стал Владимир Буряк. Кандидат-самовыдвиженец, главный инженер комбината «Запорожсталь» набрал 58,5% голосов запорожцев и на 17% опередил своего оппонента, ректора Запорожского национального университета Николая Фролова. Явка избирателей составила порядка 37,4%. По словам председателя Запорожского горизбиркома Андрея Кондратенко, грубых нарушений во втором туре не было. На это повлияло в том числе дополнительное обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Выборы прошли в спокойной обстановке. Я очень благодарен кандидатам, наверное, в первую очередь, что все-таки в нашем городе не произошло никаких серьезных эксцессов. Это признали все, что выборы прошли без грубого нарушения закона. Имели отдельные мелкие нюансы, которые в окончательном результате не повлияли на воле изъявления жителей нашего города. Чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, победителю на выборах городского головы Владимиру Буряку нужно в течение пяти дней обратиться в городскую избирательную комиссию, которая должна его зарегистрировать. Анатолий Журавлев, Константин Грушко, ТВ5. Пятница 13-я по-запорожски. В селе Новое Запорожье горел частный дом. Пожарные сражались с огнем более трех часов. Без крыши над головой осталась женщина с 10-летним сыном. По словам очевидцев, здание поджег местный житель. Подробности инцидента у Станислава Пичурина. Полтора года назад сосед Татьяны Амельчак Олег Кылымыстый вышел из тюрьмы. В поселке этого мужчину знают как любителя легкой наживы, наркомана и очень вспыльчивого человека. За свои 28 он был на скамье подсудимых четыре раза. Вообще ужасно ходить по селу и неизвестно. Он горло перережет. Он соседям там обещает, если вы там что-то будете дальше продолжать писать за это, я приду перережу всю твою семью. По словам односельчан, у Олега отсутствуют вообще какие-либо принципы, либо мораль. Парень обворовывает даже детей. Дети гуляются, ну их не вместе. Он срезал ножом крестик золотой с цепочкой, а потом вместе со своей женой, которая вот здесь вот живет, и ноутбук пошел у них вынес. Поехали, сдали все в ломбард. Как ужиться с соседом, Татьяна не знает. Мужчина у нее украл ноутбук, деньги и другое имущество. Женщина обратилась в милицию и 12 ноября состоялся суд. На него обвиняемый не пришел. Позвонил мне, говорит, если ты явишься на суд, будешь гореть синим пламенем. Вот, пожалуйста. Потом позвонила соседка, говорит, Таня, у тебя он бьет окна. Он полностью вот так вот по периметру обошел, побил все окна, потом залез в дом и поджег. Дом Татьяны вспыхнул в тот же день, около 10 вечера. В это время женщина с сыном была у соседей. К ним за убежищем пострадавшая обращалась неоднократно. Тушили пожар все, кто мог. Но теперь соседи боятся, что их ждет участь Татьяны. В огне погибли домашние животные Татьяны. Пожарные сражались со стихией более трех часов. Мы начали вызывать сразу пожарных, милицию, бежать до соседей, набирать воду, пытаться хотя бы как самим немножко затушить. Ну, уже ничего не было возможно, потому что там было пламя очень уже хорошее. И оно перекинулось на чердак. По прибудти до места выклика, в огне было охоплено помещение одноповерховой житловой будильки с три помещения, с расповсюджением на дах. Пожарная была ликвидована трьемя стволами Б с залучением трех отделений на автоцистернах. Причина пожарной и сбыток устанавливается. Спасателей пришлось вызывать и утром. На чердаке все еще тлели вещи. В полиции говорят, на место происшествия выехали оперативники. Данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если же вину Олега докажут, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Но и это еще не все. Утром 13 ноября парня избили. 13 листопада о 5-й ранку швидко до 5-й миск лекарни было доставлено громадянина К с закрытой черепно-мозковой травмой, с трусом головного мозга и переламом руки. Обстоятельства возгорания и избиения вероятного поджигателя установят правоохранители. Станислав Печурин, Эдгар Капытов, ТВ5. Черные береты на рубежах обороны. Сегодня профессиональный праздник элиты вооруженных сил Украины – морской пехоты. Этот род войск играет одну из ключевых ролей в обеспечении обороноспособности государства. Чем морпехи, которые находятся в зоне АТО, занимались в канун своего праздника, видела Евгения Мельник. Сейчас проходит очередной этап подготовки морских пехотинцев. Бойцы пробегают полосу препятствия, именно минное поле, завод и водные преграды. Главная цель – добраться до финиша живым и невредимым. Аккуратно. Я после попал. Попал. Молодец. Военнослужащий с подзывным Капрал преодолел полосу препятствий в максимально короткие сроки. Говорит, к испытаниям готовился. И ждал этого дня с нетерпением. Да, вчера у моего сына был день рождения. И я этот день посвящаю ему. Мне кажется, что каждый, кто этого дня ждал, он не пожалел о том, что он сегодня прошел этот путь нелегкий, тяжелый. Несмотря на возрасты и тому, что мы знаем, что врага надо побеждать не только на полосе препятствий, но и морально, и духовно. По словам морского пехотинца, легких заданий не было. Но каждый прошел их достойно. Чтобы водные препятствия, что земляные, чтобы взрывы. То есть сам этап, он тяжелый, но преодолеть его можно. Была бы вера в победу нашу. Капрал находится в зоне АТО уже шестой месяц. Сейчас у военнослужащего четвертая ротация. После тактических занятий вернется обратно на линию фронта. Я хотел перед ребятами не отсиживайтесь дома. Идите в ряды ОС Украины. Верьте в нашу победу. Те, которые, ребята, пришли уже сто, раненые, живые. Всем передаю большой привет под морской пехотой. И от тех ребят, которые в данный момент сейчас несут службу в рядах ОС Украины. По итогам экзамена каждый морской пехотинец получит черный берет – символ этого рода войск. Морские пехотинцы приурочили их к празднику Дню морской пехоты Украины. Для них это праздник святой. И они его достойно встретят. По словам пресс-секретаря Сектора М, на сегодняшний день личный состав всех подразделений постоянно оттачивает боевые навыки. Каждый день проходят занятия по боевой подготовке. Все подразделения, которые участвуют в проведении антитеррористической операции, занимаются стрельбой, проводят боевые стрельбы. Занимаются инженерные занятия по разминированию местности. Действием отрабатывается взаимодействие между подразделениями. То есть занятия идут каждый день. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области. ТВ-5. Второй тур выборов в Запорожье и второй марафон на ТВ-5. Как в прошлый раз, в департаменте информационного обещания работали в режиме нон-стоп. Постоянный мониторинг ситуации и выпуск новостей каждый час. Марафон стартовал в 19.00. Зрителей встретила уже знакомая команда. За кулиси эфира продолжительностью почти в 5 часов в сюжете Мария Маракелян. На протяжении почти пяти часов в выпусках новостей команда профессионалов рассказывала о ходе избирательного процесса не только в Запорожье, а и в Бердянске и Мелитополе. В целом, в Днепропетровской области выборы прошли в 5 местах и 12 районах. Всего в регионе работали 954 выборчие дельницы. Усі вони відкрилися вчасно. О второму турі в Запорожье говорили с експертами. Председатель комитета избирателей України в Запорожькій області Роман Пятигорец поделился мыслями относительно хода выборов. На сегодняшний момент я не вижу предпосылок в Запорожье, выборы срывать это раз. Два. Все равно здесь миллионный мегаполис. Здесь не просто стратегический плацдарм не только для местных выборов, а еще и для каких-то вопросов геополитики. Любые попытки здесь сорвать выборы или что-то признать их недействительными, все равно это будет рассмотрено как красная карточка в Украине. Серьезно разговоры в студии прерывались музыкальными паузами. Уже второй раз здесь играли музыканты из группы The Speech. Не обошлось и без ярких шуток Игоря Литвиненко. Традиционная рубрика «Хиба Ценовыны» настраивала зрителей на позитивную волну. Запорожские чиновники открыли в городе новый суперсовременный спортзал. По документам на его строительство было потрачено около 1 миллиона гривен. Узнать первые результаты экзитпола в зрители могли благодаря прямым включениям из избирательных участков, а также из запорожского филиала института Горшенина. Корреспонденты ТВ5 сообщали самые актуальные цифры. Первым турокизитполы показали достаточно надежность своих показателей. Я поправлю доверять или не доверять? Причин не доверять нет. В любом случае мы видели, что экзитполы показывали приблизительно схожую картину. Поэтому я думаю, что и сейчас тенденции такие останутся. Какой бы разрыв был, это мы уже посмотрим после официального оглашения. Пока нет предпосылок для того, чтобы как-то кардинально что-то изменилось. Среди гостей марафона были также представители разных политических сил. О первоочередных задачах городской власти в прямом эфире говорил генеральный директор металлургического комбината «Запорожсталь» и председатель региональной организации партии «Оппозиционный блок» Ростислав Шурман. По его мнению, надо как можно скорее прекратить политиканство и совместными усилиями решать насущные проблемы Запорожья. Это решение городских хозяйских вопросов. И у дорог, у подъездов, у больниц у них нет политической окраски. Есть конкретные проблемы, которые нужно решать. И мы будем направлять все свои усилия для того, чтобы поддержать избранного городского голову и решать эти проблемы. И я такого же подхода ожидаю от всех политических сил. Это будет честно и ответственно перед избирателями. Марафон «Выборы-2015» на ТВ5 уже во второй раз демонстрирует работу команды профессионалов. Гораздо больше включений. Гораздо больше... Это включение не только скайп, не только интернет-включение из других городов. Это спутниковое включение, в которое гораздо больше нюансов и слабых мест, точек для сбой. Поэтому всякие точки нужно продумать, предусмотреть, заранее проверить. И подготовка в этом плане сложнее, чем сам эфир. Однако все эти усилия оправданы. Ведь, как показал предыдущий телемарафон «Выборы-2015», ТВ5 способен конкурировать и с общенациональными телеканалами. Мария Маракелян, Седония Аракелян, Дарья Зырянова, ТВ5. Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Сгоревшая школа. Тендер провели. Завтра должен стартовать ремонт. Скалодром в Эрмитаже или социальные инициативы в действии. Одесса повержена первая победа в истории баскетбольного клуба Хортица. За свою жизнь эти люди бывают и супергероями, и злодеями, и изгоями для общества, и кумирами целых поколений. Актеры живут на съемочной площадке и видят объективы кинокамер чаще, чем своих близких. О всех тонкостях работы в кино смотрите в программе «Голливудские истории» сразу после выпуска новостей на ТВ5. И напоминаю, все актуальные новости из Запорожьей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. Глав. Это tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин